Мы начинаем новую серию программ, посвященных экономике, если быть точным, конкретным людям, которые производят что-то в экономике конкретной страны, в сегменте соответствующей отрасли и так далее, предоставляют какие-то услуги. Внутренний валовый продукт любой страны измеряется тем, что производится в конкретной стране, какие услуги там предоставляют. Когда мы говорим о бизнесе, об успешных людях в той или иной сфере экономики, в сегменте экономики, нам интересно узнать, как им удалось достичь существенного успеха. Но главная задача нашей программы состоит не в том, чтобы найти таких людей, их очень много, и мы видим постоянно их интервью, а в том, чтобы попросить, убедить их, я бы сказал, поделиться секретом успеха. На самом деле уже другое, мы начали. И уже какую-то рекламу снимают. Если вам нужна гарантия, купите утюг. У нас очень сильное направление корпоративного дизайна, промышленный дизайн. Мы работаем по всему миру. Корпоративный бренд – это намного больше и намного глубже. Они к нам приехали на троллейбусы, а сейчас у них в семье по несколько мерседесов. Бренд – это то, что окружает нас везде. Куда бы вы ни пошли, в Украине, по всему миру, мы везде видим названия, которые характеризуют статус юридического, физического лица. Они дают первоначальное понимание, объяснение того, чем занимается субъект хозяйствования в той или иной сфере экономики. Не так-то много специалистов существует в Украине, которые могут профессионально объяснить и рассказать, как нужно создавать собственный бренд. Сегодня у нас в гостях такой специалист и известный деятель – Владимир Воронос. Владимир, приветствую вас еще раз. Корпоративный брендинг или вообще тема бренда. По себе могу сказать, что когда у меня возникла необходимость еще несколько лет назад в создании собственного бренда и личного, и для группы медийной, я столкнулся с определенными проблемами, которые касались того, нужно ли вообще это, для чего это нужно, как систематизировать все мои знания, которые у меня есть, в одном, в двух словах, в статусной какой-то строке, чтобы люди знали Бузарова Андрея не только как медийную личность, а как еще и определенный виртуальный персонаж, медийный персонаж. Я обращался ко многим тогда консультантам, хотя, честно скажу, для меня это смешно было. Мне казалось, что это настолько простая вещь, и каждый может сам собственный бренд сформировать, но не так это просто сделать в современном мире. Я знаю, что вы тот человек, который может уникальную такую информацию давать, говорить и объяснять людям, которые нуждаются в институализации собственного брендинга корпоративного либо личного. В чем здесь главная сложность в поиске такого бренда для собственной компании, либо личного какого-то названия? Ну, основная сложность находится в том, что, когда приходят партнеры, и у него есть запрос, то ему нужно, в первую очередь, доверять. Потому что, если он не доверяет, то он вроде бы как приходит к нам, платит нам деньги, а потом рассказывает нам, что нам нужно делать. Мы же не приходим к стоматологу и говорим о том, что вот ты бери вот этот протез, делай вот так, так сверли, так машь, там грей, еще там что-то. То есть основная проблема в том, что наша бизнес-среда, ну, там, украинская бизнес-среда, еще до конца не понимает ценности этой услуги. И, ну, все-таки это продукт, это B2B-услуга. И если, например, там, мы понимаем, что такое для компании B2B-услуга, там, юридические услуги, либо там, блоггалтерские услуги, либо, там, я не знаю, ну, там, услуги по оценке и развитию персонала, то есть это уже более-менее понятные классические такие продукты. А корпоративный бренд – это очень новый, молодой продукт для украинского бизнеса. Когда я пришел к консультанту по вопросу бренда, первое, что он сделал, дал мне ручку, листок и сказал самому написать цели, возрастной цен с тех людей, кто будет смотреть YouTube-канал, например, и так далее. То есть я понимаю, что сами люди должны, прежде всего, определиться в том, где их целевая аудитория, и уже потом подходить к человеку, который может направить или улучшить видение позиционирования на рынке, правильно? Ну, компания может на рынке существовать и 10, и 15 лет. Это, кстати, ну, такой средний возраст компании, которые попадают к нам в руки. То есть это ли 10 или 15 лет. То есть это уже возраст компании, когда компания определилась со своим продуктом, наработала свою аудиторию, выстроила бизнес-процессы, компания научилась быть эффективной по многим вещам. Когда компания прошла путь становления, то, ну, по сути, например, то есть если конкуренты работают на одном рынке, то программное обеспечение, поставщики, рынок труда, это все одинаково, это все одно и то же для них. Кстати, в будущем основное поле сражения брендов, это вот корпоративная культура, корпоративный дух, именно вот эта духовная ценность, то, что приобретает потребитель, пользуясь продуктом или услугой. Я правильно понимаю, что для того, чтобы вам, таким людям, как вы, а их очень мало в бизнес-среде, вообще в Украине, вам нужно, по сути, разбираться в разных сферах знания? И я помню, когда к вам первый раз пришел в кабинет, у вас были книги из разных сфер. Я удивился, даже нашел одну из моих любимых книг, Каплана, вместе с географией. И я подумал, зачем люди читают такие книги, если их сфера не связана с геополитикой? Как вы правильно сказали, разные корпоративные бренды, которые существуют по 10, по 15, по 20 лет, многие из них стали даже, может быть, уже международными брендами. И таким людям, как вы, нужны знания из разных сфер, социологии, юриспруденции, политики, геополитики, бизнеса и так далее. Это реально помогает вашей практической деятельности? То, что мы делаем, это очень большая, сложная, многогранная работа. Корпоративный бренд, это в первую очередь его собственник. То есть, как один из моих клиентов сказал, говорит, я понял, Володя, что вы делаете? Вы, говорит, настраиваете меня на определенные волны, а потом со мной начинаете работать на этих волнах. Ну, так и было, со мной точно. Ну, да, потому что любой бизнес – это проекция его собственника. И, например, вот у нас в обществе очень часто путают понятия там, ребрендинг, рестайлинг или там, новый логотип просто. Вот, как, ну, еще там, где-нибудь, там, с кем-нибудь встречаемся, общаемся, там, знакомимся. Чем вы занимаетесь? Ну, корпоративным брендом. А, брендингом, ну, у нас есть логотип, все нормально. У нас уже мы давным-давно его даже уже зарегистрировали, да? Там, правильно, да. То есть, корпоративный бренд – это намного больше и намного глубже. Когда к вам приходит клиент, я по себе знаю, бывают ситуации, что вы, вы не вынуждаете, это некорректно рассказать, но вы говорите, что нужно существенно изменить даже некоторые подходы в бизнесе к человеку. В зависимости от того, насколько готов сам собственник, насколько он понимает ценность и потребность в корпоративном бренде, потому что по итогу корпоративный бренд, ну, основная его функция в компании – это нематериальная мотивация команды. То есть, есть материальная мотивация коллектива, есть нематериальная. Так вот, основная задача корпоративного бренда, корпоративной культуры – это нематериальная мотивация вашей команды. А это реально этого достичь, нематериально? Ведь все думают, правила в деньгах. Мы постепенно к этому приходим. То есть, хоть и говорят, что родина корпорации – это Америка, вот, ну, то есть, любой бизнес, любая компания – это некое сообщество людей. Вот, и так или иначе, если люди объединяются в группы, то так или иначе вырабатывается культура. Либо собственник управляет этой культурой, либо он пытается сделать ее системной, для того, чтобы она работала на благо его бизнеса. Вот, либо культура начинает управлять собственником, либо управляют какие-то другие люди, неформальные лидеры, которые, ну, в итоге, и в итоге собственник, он недополучает, он не контролирует общество в итоге. То есть, он не контролирует свои социумы. В чем главная ошибка по вашему клиенту, большинству клиентов, которые к вам приходят на первоначальном этапе, в понимании идеологии корпоративного брендера? За корпоративным брендом нужно набраться терпения, потому что, во-первых, эта культура должна поселиться в голове у собственника, там, прорасти, вот это понимание ценностей, которые нужно транслировать и сотрудникам, и партнерам, и клиентам, вот, то есть, то, что в нашей работе не сразу, не сразу видны материальные какие-то результаты. Как правило, это от двух лет. То есть, вот если люди, которые нас уже знают давно, приводят, ну, а в основном, ну, мы не рекламируемся, то есть, консалтинг нельзя продать, его можно только купить. То есть, у нас основной канал сбыта, это рекомендации и возвраты. И вот получается так, что, например, кто-то там приводит какого-то своего друга, партнера, там, приводит, говорит, иди сюда, вот, иди сюда, приходи. А он говорит, зачем? Говорит, ну, вот иди, тебе это точно нужно. То есть, мы даже не можем объяснить. Очень часто просто друзья приводят, вам вот это, вот это нужно. Те, которые вот это прошли пару лет, то есть, как формируются традиции в команде людей. То есть, должны пройти определенные циклы. То есть, если те традиции, которые вы формируете, повторились хотя бы 2-3 раза, тогда эти традиции начинают формироваться. А можно говорить о конкуренции на вашем рынке сейчас? Она насколько реальна, насколько она существенна, насколько она большая? И существует ли она в классическом понимании? Ну, конкуренция, конечно, существует. Ну, всегда глупо думать о том, что у тебя нет конкурентов. Те люди, которые работают в нашей сфере, они делятся на два лагеря, так называемых. Первый лагерь – это те люди, которые берут за основу чью-то школу, чьи-то опробованные знания, ну, уже в этой области. А другой лагерь – это те люди, которые в процессе своего опыта, практики, наработок вырабатывают какие-то свои модели построения корпоративного бренда, какие-то авторские методики. Вот я пошел по второму пути. Авторскую методику? Да, у нас уже есть несколько авторских методик. Это, наверное, результат 14-летней работы в этой сфере. Потому что, когда ты берешь за основу то, что ты создал на основе потребностей, то есть, ну, как хороший бизнес всегда рождается там, где есть какая-то недостача в обществе, в продуктах, либо в услугах. То есть, ты, как там Ричард Брэнсон говорит, если меня где-то кто-то плохо обслужил, у меня, говорит, потом возникает какой-то новый бизнес. То есть, точно так же мы чувствовали потребность в том, что нам нужно вырабатывать собственные методики. Вот мы их родили, наверное, в 2012 году. Вот, это уже, получается, больше 6-ти лет мы их тестируем, модернизируем, корректируем. Вот, но уже сейчас можно с полностью уверенностью сказать о том, что уже смело можно говорить о том, что уже можно там строить школу корпоративного бренда Владимира Ворона. Ну, не скромно сказать, но вы сказали 14-ти годах активной деятельности. Кстати, а изменился ли клиент за эти годы? Можешь сказать, что клиенты... Есть партнеры, которые с нами больше 10-ти лет. То есть, они к нам приехали на троллейбусе, а сейчас там у них в семье по несколько мерседесов уже. То есть, это есть люди, которым можно позвонить, сказать. И это люди, которые у нас заказали, наверное, уже порядка 9-10 проектов. То есть, это уже клиенты-друзья. Да, бренд, который нужен мне, который нужен всем, кто активно медийно активен сейчас. А Воронов нуждается в новом бренде сейчас или нет? Самая деятельность Воронов. То есть, вы пришли к пониманию или к необходимости изменения собственного бренда? Ну, наверное, глупо отрицать то, что немаловажной ценностью является ценность быстрые реакции на быстро меняющийся мир. То есть, вот это одна из главных ценностей современных компаний. Найти в новую современную. Очень, да. То есть, нет ничего более постоянного, чем постоянные изменения. То есть, меняется среда, меняется конкурентность, меняются технологии. Как вы сказали, это меняется политика, меняется геополитика. То есть, как природные явления. То есть, погода меняется постоянно. И не бывает какой-то такой ситуации, которая вообще может повториться. Как вот, например, в большом классическом аквариуме. Ну вот, картинка может повториться раз в 10 тысяч лет. Так вот, ситуация на рынке тоже, это еще более сложный механизм. Поэтому компания должна быть настроена на то, что она должна считывать со среды, что происходит с внешней средой. Вот. И успевать вовремя и качественно меняться вслед за быстром меняющимся, даже за мгновенно меняющимся миром. Селектор Ченнел, когда выбирал место, мы выбирали место для съемок, воздвиженка была оптимальная. По многим аспектам. По вашему мнению, почему воздвиженка важна для бизнес-деятельности, для выбора штаб-квартиры, для бренда и так далее? Почему-то здесь планировали сделать формат этого, почему-то здесь планировали формат жизни, кафе, ресторанов, там, магазинов. То есть, вначале, что тут люди, кто проектировали, ну, задумывали этот проект, они не думали, что в итоге будут магазины, рестораны и офисы. Ну да. Вот. Жилой комплекс. Да. И так получилось, что здесь сосредоточилась такая творческая элита. Вот, украинская. То есть, мы творческая элита с вами? Ну да, получается так. Никто никогда не называл меня. Ох, ладно, хорошо. Нет, честно говоря, последний год был. Здесь нет офисов, там, металлургических компаний, нет, там, банков. Когда к нам приезжают партнеры, то они, попадая в эту среду, ну, они уже, они уже, ну, немного переключаются. То есть, ты заезжаешь, тут такая... Комфортно. А? Комфортно. Ну да, тут такая изолированная такая атмосфера, вот, и ты приезжаешь, и ты уже не видишь этих пробок, этих, там, грязи. Грязи. Четыре трамваев, там, четырехрядного движения, вот. Можешь сказать, что это такая маленькая Прага? Да. Видишь, я знаю, вы работали все время в Европе, в разных странах, у вас опыт большой из европейских. Ну, мы и жили в Праге какое-то время с семьей, поэтому, да, да, здесь такая, как маленькая Европа. Благодаря нам наши партнеры находят ответы, это кто они, зачем они и куда они. Ну, вот, это главное. Очень часто компании этого не понимают. Они отвечают на какие-то действия конкурентов, они отвечают на какие-то изменения на рынке, вот. Но они, как правило, они больше реактивны, то есть они получают информацию, то есть очень-очень у небольшого количества компаний есть ясное видение того, вообще, куда компания двигается. Вот у нас один из ключевых партнеров, это украинская компания, там, лидер своей отрасли, вот, и мы проводили сессию, там, ежегодную, вот, и меня порадовал один факт, то, что украинская компания брала за временной промежуток, вот, эта дистанция определения видения компании в 15 лет. Это интересно, сейчас поговори об этом подробно. Ну, это очень длинный путь проб и ошибок, вот, на днях я был в отеле Хилтон, я очень люблю эту гостиницу, и сделал пост в Фейсбуке, то, что вот у них отношения, у них отношения к своей истории, к своим знаком отличия, то есть вот к своей корпоративной культуре, оно у них налицо, у них вот в зоне рецепции стоят такие специальные стеллажи, где у них там… История получается. Да, их история, да, то есть у них там автоматы… Фактически это музей, музей получается, мини-музей. Да, то есть те бренды, которые мы знаем, ну, успешные, там, Mercedes-Benz, да, то есть это бренды, которые создавались столетиями, то есть любой предприниматель, там, приходящий на путь создания настоящего корпоративного бренда, он должен понять, что это очень длинный, трудный путь. То есть и я, наверное, могу это сравнить с процессом воспитания ребенка. То есть вот создание бренда – это процесс воспитания. Прошая аналогия. А если мы говорим о цене и затратах, на воспитание ребенка немало денег может уйти. Все зависит от качества воспитания. Можно его воспитывать в среде в одной школе, потом в гимназию, можно отдать его куда-нибудь в сельскую школу. Как мы говорим о стоимости услуг? Ну, наверное, тут говорить о стоимости услуг так же, как и о стоимости воспитания детей некорректно. На это может, ну, не просто может, на это и уходит вся жизнь. Вот. И, как правило, вот эти идеологические обоснования, вот этот фактор служения любого бренда, ну, он, как правило, уходит намного дальше за пределы жизни основателя и того человека, который пытается эти ценности создать. То есть это всегда уходит за пределы жизни. А конкретный пример можете привести у своих клиентов? Вы уже говорили о авиакомпании. Что вам удалось эксклюзивного им предложить, скажем так, или сделать? Или поменять? Мы никогда не даем своим компаниям, своим партнерам, мы им не привносим извне. То есть на самом деле, если компания просто существовала 10-15 лет, значит, у нее есть уже что-то, есть уже то, что объединяет вокруг этой команды партнеров, сотрудников, клиентов. То есть у них уже есть какая-то ценность, за которую все держатся. Ну, я понял, да. Вот. Имя фактически, скажем, какой-то. Ну, да. То есть у них есть имя, иногда это имя меняется юридически, они там патентуют торговые марки, регистрируют. Но на самом деле есть некая ценность, которую, как правило, они далеко не каждым могут сами себе объяснить и как-то ее сформулировать. Вот. Вот, например, один из наших партнеров – это чартерная компания номер один в Украине. Это признанный лидер. Вот. Авиакомпания Windrose. Вот. И недавно мы отмечали 15-летие компании. Вот. У нас за 2018 год мы прошли очень большой путь программы модернизации корпоративного бренда. И одной из очень больших побед в сотрудничестве – это то, что нам удалось проявить и выразить это в некую материю. То есть мы смогли подобрать слова, которыми мы смогли описать всю ту ценность, которую получают и сотрудники, и партнеры, и клиенты этой авиакомпании. То есть мы в итоге нашли вот эти два слова – то, что вот эта ценность надежности и то, что Windrose-надийникрыло. Угу. Надежные крылья. Да. То есть в итоге компания продает на день и крыло. Они не продают авиаперевозки. Они продают надежные авиаперевозки. И это как раз таки и есть начало формирования бренда. Начало… То есть это объяснение того, что ты иногда можешь заплатить на рынке за продукт или за услугу больше, чем, ну, например, это можно было купить у партнеров. Но авиакомпания Windrose, если у вас в вашем билете написано, что ваш самолет вылетит в 16.00, он вылетит в 16.00. И вы, приобретая билет, там, это может быть мизерная разница в стоимости. Часто можно сверять. Ну, да, да. Ну, как есть такие люди, когда там вот они звонят в четко назначенное время, так это… И авиакомпания в 2018 году победила в рейтинге… Она номер один по пунктуальности вылетов. То есть они не просто… Знаете, часто девизы, лозунги пишут, создают, но потом им не соответствуют. Вот. Вот. Правильный путь – это тогда, когда… Ну, можно так сказать, что мы называем вещи своими именами. То есть мы не можем назвать стол кроватью, мы не можем назвать машину трактором. То есть если это машина, то ее нужно назвать машиной. Если это стол, то это стол. То есть вот, ну… Одно из определений того, что мы делаем в своей работе каждый день, мы называем вещи своими именами. То, что вы мне говорите, специалисты в сфере брендинга, будет работать. Вы такие гарантии даете кому-то? Нет. Гарантии, если вам нужна гарантия, купите утюг, холодильник. Вы открыто договорите, когда люди приходят? Открыто, конечно. Какая может быть гарантия? Да потому что у нас бизнес… Люди, которые в сфере бизнеса заняты, они всегда хотят быстрых результатов. Вот почему я… Не, лукавить – это наоборот давать гарантии. Ну, а где есть гарантия того, что человек не передумает этим заниматься? А где есть гарантия того, что у него не иссякнет вдохновение заниматься этим? Угу. Деньги не закончат. Ну, где есть гарантия? А вы занимаетесь и ребрендингом, и рестайлингом? Ну да, у нас очень сильное направление корпоративного дизайна, промышленный дизайн. Мы можем полностью, ну, закрыть любой вопрос дизайн для бизнеса. То есть начиная от дизайна интерьера, там, идентика, полиграфия, дизайн упаковки, дизайн одежды. Мы работаем по всему миру, но мы работаем с людьми, которые мыслят на том языке, на котором мыслим мы. Ну, то есть тяжело. Как я и говорил, там, мы какое-то время жили с семьей в Европе. Вот мы, ну, там, я пытался примерять эту услугу, ну, на другой территории, и это было невозможно. Ну, это потому что другие социокультурные традиции, исторические моменты. Конечно, просто если мы говорим о том, ну, как формируется, скажем так, идеология в ребенке, да, то есть, ну, это начинается с элементарных вещей, там, со сказок, да, там, какие-то, с мультиков, еще что-то. Хотя сегодня так это уже более-менее все обрело такой интернациональный характер. Конечно, все это реализируется. Да, наши дети сегодня смотрят те же самые мультики, видят и влюбляются в тех же самых героев, которые, там, не знаю, там, влюбляются дети в Германии, в Австралии. Кстати, по поводу детей. Учите ли вы уже сына корпоративной культуре, брендинга и так далее? Хотели бы, чтобы он был преемником, наследником вашей деятельности или помощником? Сложно говорить, и странно говорить о наследии, но хотя помощником. Ну, у нас... Ведь он тоже может иметь какое-то особое видение многих процессов. Ну, он очень глубоко мыслит, и у него очень хорошо развито образное мышление, вот. Мы так с супругой даже шутим о том, что... Ну, сейчас ему 10, вот, мы шутим то, что работать он будет с 12 лет, вот. И мы буквально на днях с ним говорили о том, что, вот, там, в ближайшие годы в мире все больше и больше будет набирать оборотов, вот, появление вот этой профессии дизайнер виртуальных пространств. Угу. То есть, это вообще создатели новых миров. То есть, там, это... Ну, новые Лукасы. Джорджи Лукас, да. Ну, то есть, это еще... Это еще... Ну, да. Это еще... Это еще более многогранная работа, чем создание корпоративного бренда. Угу. То есть, ну, мне бы очень хотелось бы, чтобы он занимался... Тем, чтобы напоминало на создание того, чего еще нет в этом мире. Что-то новое, да? Да, да, да. То есть, он очень неплохо генерирует. Это хорошо. Это хорошо, что у вас будет преемственность. Преемственность вороновых. Я уже это вижу. Отец и сын. В любом случае, на мой взгляд, это правильная позиция. Если есть возможность передать какие-то свои знания близким людям, это нужно делать. Я хочу вас поблагодарить за интересную беседу, за много нового для себя. Честно скажу, много рассказали того, что я раньше от вас не слышал в неофициальных беседах. Я думаю, мы еще с вами увидимся. И удачи вам в вашей деятельности. Спасибо.